Генеральный грузовой корабль типа «Река-море», известный из-за слабости конструкции, «Паллада», разломился на две части от 16-футовых волн, на якорной стоянке города Ирегли, у турецкого Черноморского побережья к востоку от Стамбула, 19 ноября. Судно прибыло на якорную стоянку 8 ноября. Во время шторма якорь вытащили, а его вынесло на берег, а сильные волны сделали все остальное, его разломило надвое. Все 13 членов экипажа были спасены. Судно «Река-море», «Паллада», построен в 1968 году, плавал под флаг Камерун, продан в 2021 году. В то же время у берегов Турции, спасательные команды отчаянно искали 11 моряков с другого судна «Кавкаметлер», затонувшего в неспокойных водах. По данным турецких официальных лиц, 19 ноября во время сильного шторма турецкое грузовое судно «Кавкаметлер» затонуло у побережья Черного моря, в результате чего один член экипажа погиб, а еще 11 пропали без вести. Когда корабль дрейфовал возле волнолома у Ирегли, примерно в 200 километрах к востоку от Стамбула, в 10 часов 29 минут утра он послал сигнал бедствия, направляясь в западный турецкий город Измир. Когда капитан корабля сообщил о происшествии, он сказал, что судно продолжало ударяться о дамбу. И впоследствии затонуло. Министерство транспорта Турции подтвердило сигнал бедствия, в котором также сообщалось, что плохая погода помешала поисково-спасательным операциям. Выступая перед журналистами, министр внутренних дел Турции Али Ерлика извинился за то, что не смог начать экстренные поисково-спасательные работы из-за плохой погоды. Он пообещал, что работа продолжится, как только дела пойдут на поправку. На судне «Кавкаметлер» перевозился ферросилицией из турецкой Алиаги, в российский порт Темрюк. В понедельник, 20 ноября, после того как утих шторм, спасатели обнаружили тело корабельного повара. Министр добавил, что в поисково-спасательных работах принимали участие 797 человек. Наши поисково-спасательные операции продолжались в том масштабе, который позволяк в погода, с использованием 295 транспортных средств, два самолета, один вертолет и патрульные катера. «Мы надеемся найти 11 пропавших без вести членов экипажа как можно скорее», — сказал Ерлика. Помимо морских происшествий, экстремальные погодные условия в Турции также стали причиной эвакуации тюрем и четырех смертей в юго-восточных провинциях Батман и Дейербакэр. Также сообщается, что три человека погибли в результате урагана в городе Ирегли. Еще пять человек погибли в юго-восточных провинциях Дейербакэр и Батман после того, как их смыло паводковыми водами, вызванными проливными дождями, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Среди жертв были пожилая женщина и трое ее внуков. Около 50 человек получили травмы разной степени тяжести. В соседней Болгарии ураганный ветер, проливной дождь и снег унесли в воскресенье жизни двух человек и нарушили электроснабжение. Власти объявили чрезвычайное положение в черноморском городе Варна.